здравствуйте дорогие друзья пока далеко не ушел по сборке и отладки клавиатуры решил посвятить это видео большей части по трекболам ну и клавишам мыши потому что это связано в некоторой степени так вот в общем заказал я вот такие свечи они типа бесшумные вот у них идет скажем так явная отсылка по цветовой гамме с вентилятором noktua кто знает есть такая фирма которая делает якобы бесшумные такие вот вентиляторы у них такая же близкая цветовая гамма отсылка видимо к этому идет что якобы они тоже бесшумные но это бесшумность она честно говоря бестолковая потому что тактильной отдачи нет никакой от них вот у меня здесь свечи стоят коричневые вот эти вот они как-то так называется еще хуану ну в общем вот и короче говоря тактильности нету то есть сейчас покажу вроде вот как но нажимаю клавишу но по факту никакой отдачи ни звуковой не тактильной нет то есть как бы звуковой нет это отлично тактильной тоже нет получается как будто сенсорная кнопка единственное что я могу почувствовать когда упирается клавиша вот это пластмассовая в стук и вот эта громкость как бы при я гипертрофировал но в целом то есть как бы только за счет удара о корпус я могу ощутить что я якобы нажал но ведь активация происходит несколько раньше поэтому получается такой разборот и не очень-то понятно было ли нажатие не было то есть это как-то не очень вот сравнение с даже если я в наушниках и не слышу ничего я чувствую этот щелчок это у меня красные каилхи сейчас я наверное их не достану посмотреть где их спрятал я думаю что многие из вас знают эти свечи наверное так быстро их не найду их куда-то убрал ну короче говорят такие же только красные потом ссылку могу в описании поставить принципе не довольно популярно их нетрудно найти вот они до громковаты но я заказал еще одни свечи которая имеет другой формат факта у них 2 2 контакта вместо 3 с тыльной стороны они короче но и шире то есть скорее всего мне придется их подрезать потому что я ориентировался по размерам на такие свечи а те они такие прямоугольные ну как бы куб такой получается вот 6 на 6 миллиметров там 6 2 оказывается этот 58 соответственно 0 4 миллиметра нужно укорачивать их но по ширине если они не станут сюда в пазы то придется подрезать ну скорее всего придется подточить чуть-чуть ничего страшного лишь бы они были действительно тактильные и тихие при этом вот а пока что шум приходится с ним мириться но во всяком случае я четко понимаю что я нажимаю то есть если я нажимаю на клавишу то я ее с ней работаю вот никаких вопросов меня не вызывает тактильность у этих свечей поэтому у меня в приоритете тактильность чем тишина но если я найду свечи вот например те самые прямоугольные которые квадрат кубические такие и они будут такие не уступать по тактильности то конечно это будет мои фавориты пока что каюхи куда без них вот что еще хотел сказать по поводу трекболов ну в целом они там начинка сейчас покажу там стоит разбери пай тот самый zero трекбол и оба работают то есть что левый что правые работают также адекватно как на ст м32 вот поэтому по замене не я думаю что останусь все таки сразу рипа и он компактнее неприятнее там проще подпаяться плюсов больше чем у ст м32 вот по программной части вопросов нету единственное что ну они как бы работают оба трекбола но нужно учитывать что там такая особенность это не знаю баг не баг в общем пока производитель ничего конкретного разработчики какие он кейп прошивки ничего конкретного не сказали но я заметил такой нюанс что на слэйф половине на 2 чувствительность ниже себя и соответственно мне нужно в коде задирать то есть если условно здесь 5200 у меня стоит то здесь нужно 77 500 где-то так ставить чтобы сравнять их потому что здесь почему-то меньше за то же количество вращения он курсор преодолевает меньшее расстояние не знаю что в чем причина возможно там какая-то синхроне ну то есть там же по сути по идет по программной части тактирование и в определенные пакеты данных идут данные вот маска на матрицы клавиш по spi и по и 20 там протоколом то есть видимо что-то там немножко не намудрились синхронизации всех этих пакетов и скорее все какие-то данные пропускаются не знаю не могу сказать не вложу в код в этот и не в контексте чисто так внешне могу выделить вот по поводу вращения трекболов я думал что если я сделаю вот такую вот более жесткую конструкцию чем предыдущие мои итерации вот в этой здесь все-таки такие рога которые утончаются и было подозрение у меня что но все-таки какой-то люфт есть то есть шар вклинивается в эту форму и поэтому у меня столько здесь излишне много шариков 7 штук вот чтобы но я уже в прошлых видео пояснял что если я ставлю крайне чисто то в них шар клинится и с трудом прокручивается я грешил на то что из-за вот этих вот тонких рогов которые немного люфтят расширяются и за счет этого шар туда вклинивается они за счет там силиконового клея или там чего то еще вот здесь у меня конструкция чуть пожестче то есть здесь в принципе эти рога спрятаны и как бы кольцо это не должно сильно вибрировать хотя кстати вижу что она немножко сжимается в общем в принципе нужно тогда придумывать какую-то монолитную конструкцию которая массивная или с ребрами жесткости или еще что то то есть как-то уже делать жестче толще так чтобы вообще никаких люфтов не было но я не знаю такого возможно ли в общем люфт все-таки то есть не люфта к изо клин все равно есть я вот убрал все внутренние шарики оставил только три внешних вот и по вращению все-таки выигрывает вот такое расположение когда 3 внизу 3 вверху то есть минимум 3 внизу то есть там у меня было 7 суммарно здесь 6 и вот при таком расположении шар керамических шариков этот шар скользит легче то есть он как будто еще догоняет немножко этот же так он очень резко останавливается то есть он не докручивает до конца вот сейчас я может там какие-то сопли остались для чистоты эксперимента надо проверить что ничего не мешается так и здесь тоже ну вроде нормально вот он как бы у него как бы профиль торможения то есть он как бы идет и резко тормозит а здесь он плавнее как бы то есть если в целом например делать большими пальцами указательными средним пальцем да вот как классических трекболах таких более популярных то в целом разницы не особо за что замечается потому что как бы здесь идет откуп на что то есть мышка чем хороша тем что движение делается от локтя и потом запястье и еще и пальцы позволяет двигать да вот то есть сейчас я покажу как примерно мышка действует то есть я могу водить рукой всей от локтя но все предплечье доводить могу водить запястьем и могу еще пальцами водить доводить от локтя не очень удобно потому что вес руки все равно конкретно то есть это требуется подъем руки это требуется правильная постановка всего тела то есть чтобы при ну то есть вот когда рука висит она должна быть центре тяжести не должен ее далеко отходить от тела то есть запястье нужно сдвигать как можно ближе к телу торсу чтобы локоть чуть-чуть отпячился как бы назад ты таким образом предплечье будет ее центр тяжести висеть так что ну как бы крылья мышцы крылья вот эти которые держат плечи они не будут испытывать экстра нагрузку для того чтобы ну и мышцы спины не будут испытывать экстра нагрузку чтобы удержать центр тяжести спереди потому что если мы держим его впереди но предплечье и вот двигаем локтем то он на весу держится за счет мышц то есть там лопатка да движется под приподнимается вверх вот а когда мы останавливаем мы ну там можем опереть локоть на стол и то это вопрос дискуссионный стоит ли вообще опирать на стол то есть там ну это все же эргономика всего рабочего пространства и там одно за другое тянется то есть по идее нужно и ставить там периодически стоять чтобы ноги поясницу как размять да и таз мышцы таза то тоже расшевелить не или там делать периодически упражнения в общем это целая как бы целый шлейф всей вот тянущиеся вещи то есть это чисто вот эргономика и рабочего стола но смысле столешницы все что на ней не ограничивается ну вот но суть не суть в этом и некоторые люди в том числе и я предпочитают разгрузить как бы локоть не поднимать плечо не поднимать не держать центр тяжести руки впереди и увеличивают чувствительность сенсора мыши там до 6000 там с условно с двух тысяч до шести и попугаях это себе а это что там close 1 перинч по-моему ну короче это аналоги 5 на вот и движение производят за счет уже чисто предплечь запястье и пальцев пальцами догоняют то есть чувствительность выше и получается что запястье исполняет роль предплечье а пальцы уже исполняет роль как бы запястного движения то есть такое фрактальное уменьшение чувствительности вот и вот транслируя на трекбол можно сказать что преимущество вот такого указательное среднего пальцев на трекболах она в том что если есть подставка грамотная то вы можете то же самое примерно сделать позволить себе двигать запястьем нажимать на клавиши вот то есть вот здесь преимущество конечно же есть в этом смысле как бы трекбол на пальцах вот этих указательных средних предпочтительнее потому что вы можете двигать как бы указательным и средним догонять то есть у вас получается что как бы расширяется кругозор а тут вы исключительно большим пальцем ограничены во первых во вторых уже так запястье мне не побалуешься то есть уже как бы ну запястье немножко фиксируется на площадке вот когда вы держите руку так тут еще кстати вопрос насчет тилта потому что по факту да хорошо бы вот так крутить вот и делать еще так чтобы запястье расслаблено было потому что если вы постоянно вот так вот делаете то у вас вот это напряжение то есть это нужно подставка выше скорее всего и как-то короче говоря я на эту тему не думал потому что у меня запясть на но большой палец работает и он по-прежнему в тилте находится и нету при подъема то есть так исключительно когда клавиши мыши вот вот такой подъем у меня происходит вот но и вот до сих пор у меня пока что трудный вопрос в том плане что ну он решается просто опять таки сдвиганием запястья то есть немножко нужно сдвигать чтобы вот трекбол крутился клавиши нажимались все а когда я перехожу на печать я сдвигаю его немножко и тогда у меня нет проблем с доступностью там кластера потому что если я нахожу усредненное положение у меня до вот этих клавиш труднее добраться то есть если я сдвигаю чуть-чуть буквально на пол сантиметра все уже гораздо проще я могу до всех клавиш абсолютно дотянуться вот то есть вот именно тут такой вот легкий пол сантиметра максимум сантиметр смещения и уже другой другой комфорт поэтому я уже решил что я не буду как бы искать вот этот золотое сечение где всех все все доступно потому что она очень плотно и так уже находится если я еще сдвину вот здесь тамп кластер с трекболом чтобы не надо было двигать вот это все у меня будет уже задеваться все друг от друга или надо уже тогда уменьшать размер трекбола я хоть не хочу с этим мириться поэтому я буду мириться с двиганием запястья благо ну вот как бы я сдвигаю его за счет ну то есть у меня локоть условно где-то на столешнице хотя тоже вопрос я попробую все-таки сделать полу на весу так скажем точнее вот здесь будет на опоре а локоть на весу и проверю как это удобно неудобно ли в долгой перспективе ну вот и короче говоря вот если вернуться к теме разницы трекболов вот такое вращение она во первых менее ощущается вот такие микро движения которые для большого пальца очень важны я вот здесь когда для большого пальца делаю я увеличить задираю специально чувствительность сенсора и его уменьшаю программно то есть там ускорение происходит и когда делаю микро движение у меня там курсор чуть-чуть двигается когда я уже гоняю этот шар сильно то уже там курсор начинает активнее двигаться по экрану вот и вот здесь вот эти микро движения для большого пальца они важны и вот этот заклин он все-таки ощущается на большом пальце а вот если на больше на указательном и среднем то в целом плюс минус потому что уже нету вот этого вот гоняния шаров тут происходит именно уже в постоянном контакте практически то есть я могу там до скрол делать условно до активнее но здесь конечно тоже будет приятнее вот такое скольжение вот а если там уже гонять по средней низкой чувствительности то тут вообще можно перекатывать с пальца на палец и постоянном контакте вот этого заклина практически не ощущается поэтому лично для меня вот такая такое расположение шаров она критично поэтому имейте ввиду если у вас большое для большого пальца будет то будет приятнее гораздо когда вот эти три шарика основных они подпирают основу да а вот эти три крайних вот эти 1 2 3 они страховочные они даже не контактируют по большей части с этим шаром там буквально чуть-чуть есть люфт небольшой и когда я просто вращаю в сторону может слышите щелчок это он ударяется об эти шарики вообще по-хорошему он не должен ударить слышно слышится этот стук там 1 1 шарик я чуть-чуть переборщил утопил слишком сильно надо его выдвинуть и тогда он как бы едва уловимый такой стук будет даже он больше тактильно ощущается чем слухом вот и за счет этого как бы он ударяясь у него возвращается в нижние три и дальше скользит то есть эти чисто вот сгладить вылет из-за внутреннего как бы треугольника этого нижнего вот поэтому вот здесь важно мне как мне кажется соблюсти вот этот баланс где нижние все-таки держит и на эту тему хочу показать извиняюсь прошу прощения не рассчитал так на эту тему у меня есть и пару мыслей как ну показать вам как это дело настраивается во первых чтобы вот мне нужно чтобы подстроить все эти шесть шариков мне нужно вытащить старые три вот для этого я просто пшик у него в эту треногу спиртом и чуть-чуть клей этот изымаю можно конечно с тыльной стороны так изъять но я что-то по привычке уже с прошлой итерации вынимаю с внешней стороны хотя это менее правильно конечно вот этиловый спирт их этот как его изопропиловый водка что-нибудь спиртосодержащие и тогда этот термо клей легко вылазить оттуда так все три шара я освободил шарика керамических они мне больше всего понравились тактильно хотя есть еще но я вам показывал честное видео есть белые керамические шары они в принципе тоже неплохие но не шуршат заметнее то есть вот если их шар ставлю этот как бы помягче шуршит но поменьше скользит а этот лучше скользит но при этом звучнее скажем так вот поэтому как бы сами для себя выбирайте что вам удобно мне приятнее чтоб шуршало потише и крутилась помягче ну вот значит есть еще тоже такой дискуссионный момент по поводу того что пазы вот эти отпечатывать вровень с шариками вот с этими и уже как бы вставлять их без скилой без какого-либо термо клея или там эпоксидки но в конечном итоге эпоксидки как мне кажется имеет смысл вот потому что в целом конечно да лучше без клея обойтись так как ну то есть без клея в конечном итоге лучше обойтись и заменить его эпоксидкой которая зачерствеет до ремонтопригодность уже уменьшается то есть трудно вытащить будет его из пазов но жесткость увеличивается и все что там где вот этот термо клей амортизировал там добавлял те же самые микролюфты его конечно вклад не такой большой как мне кажется как у пластика потому что тут прослойка очень тонкая она исключительно чтобы удержать его пазу вот вот в общем этот клеем как бы все равно немножко но мне кажется добавляет поэтому если чисто на пластике туда вы уменьшаете количество люфтов возможных и при этом нету никакой амортизации вот в этом термо клея вот но минус в том что как бы я не слабо верю в то что можно достичь точности высокой потому что там идут доли миллиметра и у нас был разговор с одним человеком по поводу того что можно но принтер то имеет две десятые точность там если даже не больше 3d принтер классический который вот и там можно соответственно сделать довольно точное расположение этих шаров но как бы во первых нужно ступеньки очень мелкие делать то есть там как бы шаг такой должен быть такой чтобы ступеньки нигде не создавали эти самые ну не точности потому что одно дело скажем если у вас есть ступенька ну то есть вы видите да насколько они все в разных плоскостях находятся и если вы печатаете вот так чтобы ступенек здесь не было вот в этом пазу да то есть у вас все ровненько и и вы попадаете ровно в размер там шатова шага который вы планировали то уже в другой паз он уже ступенька будет идти под углом и эта ступенька может создать лишний как бы выпуклость которую нужно устранять там ручной ручками там напильником еще чем-то это тоже довольно таки ювелирная работа мне она пока трудновато при проще пока это делать супер клеем ой термоклеем так и что я хотел показать а вот он термоклей ну нарезаю просто там несколько кусочков которые будут держать в моем случае нужно 6 штук вот три побольше идут в нижние пазы три поменьше верхние потому что там как бы выпирать сильнее должны нижние именно шарики вот ну и кому как удобнее лично мне проще взять паяльную станцию там выставить 120 градусов и уже жалом которое не жалко плавить вот этот вот клей помещаю то есть я располагаю их асимметрично то есть если вот эти треугольник треугольником таким то нижние треугольником таким то есть я начинаю с противоположной стороны вот верхняя здесь будет шарик а нижние с этой стороны но это лично мое как предпочтение я стремлюсь как бы распределить все таки нагрузку между ними ну вот клей едва расплавился и шарик просто помещаю максимально глубоко ну как максимально то все равно оно должно меньше торчать чем то есть больше торчать чем вот верхние шары ну вот первый шарик готов и второй излишки кстати выходит с тыльной стороны я бы все же поменьше кусочек возьму чтобы меньше успели снаружи выпирала расплавил вставил то что я так активно вставляю это эти шарики это еще не обращайтесь это нужно еще будет догонять их немножечко ну и следующий вот кстати здесь клей отстает смола которая потому что я не шкурил поверхность я ее хоть и обезжиривал но когда я изымаю шарики отсюда оно все равно термоклей цепляет за собой немножко этого лака ну в смысле смолы и происходит то что происходит так ну вот и значит шарики эти зафиксировались крутится проверяю что ну как бы что расстояние между корпусом и шаром везде одинаковые убеждаясь в этом все нормально вот и слышите да как он выпадает из вот это должны устранять верхние шарики чтобы когда я активно кручу вот этого биения пластик не было оно как бы сильно его не замедляет видимо за счет смолы этой но все таки шарики имеют большее скольжение и поэтому все таки их поставить имеет смысл значит подготовлены еще три шарика так где-то тут еще был чем больше собираю тем больше бардака к сожалению надо уже смещать баланс самоделок и больше заниматься порядком так ну вот еще три кусочка у меня есть кладу сюда уже крест-накрест да то есть у меня здесь шарик внизу а здесь будет наверху и вот здесь уже начинается более тонкая работа нижняя я сказал что буду еще добавить догонять но я вижу что изначально уже стало все как надо поэтому нет смысла их подгонять подгонять уже придется верхней позже покажу почему и для чего так и вот здесь шарик стал и мне нужно проверить что я держу его вертикально так как если бы он стоял в корпусе и проверяю если биение и биение есть то есть я слишком утопил сильно в этом случае я выдвигаю его еще раз вперед так может даже уже придется вытащить его полностью и буквально чуть-чуть добавить термоклея который я только что выдавил чтобы уменьшить вот это углубление и биение все-таки устранить ну то есть оно должно быть ну совсем-совсем мили-мили-мили микроны буквально ну не микроны конечно десятой доли миллиметра я уже не знаю может это и есть микроны не силен в этом так вот я растопил немножко клея опять и тут можно позволить себе переборщить в верхних шариках и выставить их сильнее а потом их утопить глубже вот и когда допустим я переборщаю я уже слышу как биение идет в бок это значит что держится за счет раз-два и периодически то ли этот то ли этот держит то есть этот явно выпирает сильнее то есть мне нужно чтобы не было биений боковых это значит будет означать что этот шарик уже не соприкасается практически а если я у меня биение в эту в этой оси это значит что у меня шарик все-таки слишком глубоко утоплен и выпадая из этой троицы нижней он ударяется в этот шар соответственно я должен найти ту самую золотую как бы положение вот не знаю кому как а мне лично проще это делать паяльником и суперклеем термоклеем чем вытачивать это дело в пластике вот я разогреваю как бы через шарик разогреваю этот клей он не сильно нагревается на самом деле не бойтесь пластик угробить то есть там как бы если действовать по чуть-чуть то вот чуть-чуть биение есть вот слышите по звуку возможно все таки стоит его вернуть немножко в общем вот такие вот моменты а может и не надо в целом в целом там уже как бы микрон буквально там не знаю видно вам не видно вот вот поэтому сейчас он держится за счет трех шаров шаров нижних и если я ударяю он ударяется в этот верхний чуть-чуть и возвращается обратно вниз вот то же самое делается с нижними ну вот в смысле двумя другими какими нижними боковыми и расплавляю клей не видно но вставляю шарик так 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 куда он у меня скакал а ну пока не остыл другой поставлю так теперь когда я поставил еще один шарик у меня происходит лифты в другом направлении значит то же самое у меня происходит движение в эти стороны это значит что держится за этот за этот и вот эти два этот уже не подпирает соответственно нужно еще сильнее утоплять чтобы утапливать чтобы не происходило этого я чуть-чуть прислоняю если сильно начинаю прислонять он во-первых все равно и так расплавит клей через себя через шарик а во-вторых если я начинаю сильно прислонять он соскакивает начинать пластик плавит жало поэтому так проверяем еще есть движение некоторое вот по этим осям в смысле бьет сюда-сюда это значит что до этого шарика не достает вот поэтому чуть-чуть еще его топим извиняюсь что не в центре кадра просто очень реально трудно делать тонкую работу и одновременно заботиться о заметности в кадре излишки убираю это потом можно будет жалом аккуратненько так расплавить чтобы она скрыла все но вот это не висела в воздухе не создавала некрасивый вид вот во всяком случае этот клей позволяет крайне точно подставить найти положение для этих шаров буквально чуть-чуть еще есть иногда я делаю так расплавляю шар шарик этот керамический но не его клей через него и самим вот этим шариком как бы выдавливаю чуть-чуть его там температура не такая что прожжет вот этот покрытие все вроде бы я даже по скольжению замечаю что в целом уже лучше сейчас еще может быть чуть-чуть его топлю для для уверенности вот с этого лицевой стороны клей этот термо очень легко сходит ногтем его можно прибрать и потому что довольно скользкий сам по себе шарик и клей за него цепляется только ну так если его не трогать он держит если в пазу тоже держит если начинаешь ногтем он с него вполне себе скальзывает нос как бы сходит без особого труда хотя и держит вот мне чем и нравится этот термо клей что он может и держать его все теперь мне я вижу что там есть небольшой зазор мне трудно вам показать это надо через щели смотреть подсвечивать себе фонариком возможно ну и по ощущениям видно что он скользит активней единственное что мне все-таки спокойней когда он чуть-чуть тактильно ударяется о них то есть я не хочу чтобы объясню почему дело в том что со временем вот эти три нижних они углубляются из-за того же самого клея термо клея и они начинают шар начинает упираться в этот керамические верхние поэтому мне чуть-чуть спокойнее будет если я чуть-чуть его с запасом буквально на долю утоплю вот так ну это не актуально конечно будет как бы это актуально будет в долгую перспективе то что он утопает этот термо клей на самом деле в долгую перспективу я не рекомендую использовать я бы рекомендовал в итоге конечно все таки покрыли эпоксидкой его покрыть и уже не ну то есть не эпоксидкой да эпоксидной смолой короче говоря замысел такой когда находится то самое идеальное положение когда все шарики утоплены до нужного глубины берется например нижний для начала какой-либо из них выбирается туда весь клей обезжиривается заносит туда эпоксидка опять-таки она выдавливается через отверстие с тыльной стороны излишки да и шарик ставится туда в момент когда смола начинает уже такая быть густеющая то есть когда она уже начинает полимеризоваться и неохотно как бы принимает форму то есть вы ее вставляете этот шарик в этот нужный момент вставлю лучше конечно поэкспериментировать на какой-то дощечке чтобы понять какой момент там спустя какое время в эпоксидную смолу эту заносить ну там эпоксипол например или еще какой-нибудь эпоксидка которая быстро затвердевает вот и когда ее заносите сюда небольшом количестве туда же шарик вставляйте когда он начинает полимеризоваться и прижимаете его собой то есть он тогда упрется в эти два нижних и третий начинает его прижимать вот в общем нужно именно найти тот момент когда смола неохотно начинает принимать свою форму для чего для того чтобы когда вы будете прижимать и выдавливать излишки отсюда он как бы если совсем жидкий будет то когда вы шарик сюда вставите он упрется в эти верхние боковые два вот скажем если я вот этот изымаю до сюда ставлю заливаю эпоксидку и пока он жидкий слишком я ставлю шар шар прижимает его вглубь но упирается в этих значит он слишком сильно вдавил этот шарик а мне нужно именно достичь что из той зоны когда вот эти два шарика еще как бы не до них шар вот этот не доходит соответственно мне нужно контролировать этот момент прижима так чтобы эти шарики глубже не ушли естественно когда уже все затвердеет по нижним треугольником вы можете еще глубже утопить вот эти и скорректировать скажем так нюансы но это как бы у вас немного итераций для того чтобы исправить эту ситуацию поэтому в целом конечно было бы идеально отмоделировать такую деталь для печати на принтере более точным для смолы какой-то да и уже там не парятся насчет этого потому что на самом деле это головная боль вот именно вот эти все миллиметры ловить вот но у меня пока что с моими возможностями только так получается был бы принтер либо принтер который позволил бы мне печат проходить множество итераций совершать через пробы и ошибок нужно найти нужное как бы комбинацию чтобы прецизионной детали делать на быть классическом принтере либо уже смолой делать более точной детали и не мучить свой мозг и поэтому что имеем то имеем вот ну и вот соответственно последний еще шарик я вставлю непростая конечно задачу но что делать хочется красить удобства хочется что все было красиво конечно красоте молочу с этими соплями но имеет ввиду по скольжению вот и сейчас последний шарик я вижу что вот это тот не прислоняется он даже отсюда по-моему видно это значит он висит на вот этом и мне нужно его топить еще сильнее опять-таки термо клей этот он не очень хорошими на этом плане что там постоянно задерживается всякая грязь и не статически не статически не очень красиво выглядит это все где-то он все-таки упирается раз он так не очень охотно скользит сейчас понять где я грешу все таки на вот этот вот надо все таки вот чуть-чуть еще углубить да есть вроде бы я смотрю сверху вам каш не видно но по-моему достигнут эффекта да вот поэтому все шарики углублены до нужной кондиции и скользит он теперь за счет нижних 3 в верхнем ударяется супер ну вот в общем вот такое расположение для меня идеальное ловить конечно эти доли миллиметра не очень удобно не очень приятно ночью поделать вот по поводу кстати замеров что важно вот видите тут стоит немножко вот эта площадка вот криво но как бы место на корпусе да в общем я где-то я просчитался и меньше сделал расстояние от шара до сенсора в итоге он в раз фокусе курсор движется рывками пропускает несколько кадров поэтому мне здесь пришлось приподнять его чтобы этот шарик был фокусе уже там отсмотрел в коде по камере то есть он работает как камера и показывает через программу процессинг качество картинки можно отследить в общем я приподнял его выше и вот чтобы это было фокусе мне тут друг посовет ну как бы мы с ним посоветовались и решили что он отпечатаем из черного же пластика вот такого abs такую прослойку будет в стиле это смотреться в общем едином и заодно приподнимет сенсор для фокуса ну вот в целом все что мог вам описал по процессу отладки вот этого трекбола пока что конечно решение костыльная вот но я других пока не вижу был бы принтер который позволяет печатать смолой он бы гораздо точнее работал бы проще вам показать как это ну мне было бы проще показать но не всем это тоже доступно это печать посложнее подороже и так далее и тому подобное в целом можно до заказывать попробовать через китай там тоже и в принципе есть четкие точные детали которые можно спланировать по расположению но тогда в 3d нужно будет уже делать без всяких люфтов чтобы все четко все шарики вставали нужные места и не было никаких там погрешностей в измерениях вот на этом пожалуй все всем спасибо и пока